Привет, дорогие друзья! Ну что, давайте спокойно, без эмоций, разберемся с выступлением Владимира Путина. Смотрите, друзья, его выступление несколько раз переносилось по неизвестным причинам. Он в последний раз делал обращение 21 апреля 2021 года, потом его пресс-секретарь сказал, что по закону президент должен выступить до конца года, и он выступит, но он не выступил. Зато то, что начали делать и как начали анонсировать его сейчас обращение в 23-м году, это беспрецедентно, потому что начали размещать наружную рекламу, настоящий хайп, уличная реклама, в том числе с цитатами из «Брата-2», обещаниями повторить, трансляции со стен зданий. То есть зрителю намеренно, как будто вкладывали в голову, что это что-то крайне-крайне важное, а может быть важнейшее в его жизни. Предоставлялся такой кредит ожидания, что многие люди на самом деле прилипли к телевизорам. И Песков пообещал, что послания будут изучать во всем мире. И вот происходит обращение. Мы делали все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Сказал ли Путин что-либо значимое на самом деле? Может быть разве что между строк. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Можно разделить на три основных блока. Первый блок это ЛДНР. Почему? Если они год уже присоединены, тем не менее они находятся под обстрелами. Здесь Путин использовал те же аргументы и тезисы, которые использовал уже ранее. Ответственность за войну несет Запад, который поспособствовал перевороту в Киеве в 2014 году. Россия терпеливо добивалась мира, хотела диалога. Запад занимался крючкотворством в нормандском формате, параллельно готовя Украину к военной операции по возвращению Донбасса, а потом и Крыма играли крапленными картами. Деградация отношения с Западом это прямая заслуга США, решивших пересмотреть итоги Второй мировой войны. Украина при этом проводила репрессии, на которые Запад закрывал глаза, в ней укреплялись националистические настроения. Ее, как когда-то Польшу и Германию, хотели использовать в качестве антироссии. Он указал на украинскую горно-штурмовую бригаду Эдельвейс, которая недавно получила такое название, как будто бы в честь горнопехотной дивизии Вермахта. Задача Запада, которую там даже не скрывают. Стратегическое поражение России, за год с начала войны выделили 150 миллиардов на вооружение Украины, тогда как беднейшие страны за два года получили около 60 миллиардов под требование покорности. За долгие века колониализма они привыкли, что им все позволено. При этом по-господски относятся даже к жителям своих стран. Вероятно имеется в виду, как США извлекают выгоду из ЕС, прежде всего из Германии, наверное, в этом кризисе. Даже по американским расчетам, говорит Путин, в результате войн на Ближнем Востоке 900 тысяч человек погибли. 28 миллионов стали беженцами. НАТО расширяется у границ, Россия разворачивает контингенты. Россия продолжит выполнять шаг за шагом стоящие задачи, чтобы ликвидировать угрозу от неонацистского режима. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Чем более дальнобойные ракеты системы поставят Украины, тем больше мы должны будем отбивать угрозы от наших городов. То есть зона СВО будет расширяться. Россия не воюет с народом Украины. Это народ Украины, заложник режима и хозяев, которые фактически оккупировали страну, разорили промышленность и грабят богатство, превратив людей в расходный материал. На Западе хотят пересмотреть семейные ценности, разрешить все, включая педофилию. Также прозвучали высказывания про гендер, про папу, маму. На этих моментах зал неистово аплодировал. Семья это союз мужчины и женщины, но и эти. Ну, пожалуй, самое важное, конечно же, началось в конце. В частности, Путин вернулся к обсуждению того соглашения с НАТО по инспекции российских военных объектов, назвав их бредом. Инспекции на наши ядерные оборудованные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. От НАТО поступило такое предложение, и это театр абсурда, особенно после ударов по территории Российской Федерации, украинских дронов, вероятно модифицированных при участии западных экспертов. Бредом, кстати, назвали уже и его заявление в Белом доме, я должен заметить. Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических вооружениях и поручил обеспечить готовность к ядерным испытаниям при условии, если их начнет Запад. Есть информация, что Вашингтон готовится. Законопроект разрабатывается. Посла США вызвали в МИД. Ему заявлено о лживости утверждение, что США не является стороной конфликта. Также было предложено вывести все натовское вооружение и западных представителей из Украины. Ну, в общем, понятно, что это было заявление ради заявления. То есть, на самом деле, никто, конечно же, выполнять этого не будет. Вооружение с американскими гражданами является законными целями. Еще про взрывы на северных потоках напомнили. Ну, теперь давайте что-то оппонировать Путину. Смотрите, друзья, если Запад, то есть в лице Евросоюза, стран НАТО, готовился к войне с Российской Федерацией, если Запад готовил Украину к войне с Российской Федерацией, то как так вышло, что сейчас натовские страны, передав вооружение Украины, остались ни с чем? И это уже не секрет, секрет Палешинеля. Они заявляют об этом прямо, о том, что оружия нет. Как так готовились они, как у них были такие подготовленные подразделения, которые, ну, похоже, что они готовились максимум к локальным каким-то конфликтам, но уж никак не к глобальным. Если бы у Украины было все то, что дали есть, начиная с 24 февраля 2022 года, вооружение, технологии, разведданные и так далее, до 24 февраля, тогда, скорее всего, Украина бы забрала Донбасс и могла покушаться на Крым. Путин рассказывает, что Запад делает ставку на предателей, но мы не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону. Давайте вспомним, сколько людей пострадало от того, что просто назвали войну, которая является войной, войной. Сколько людей были вынуждены выехать, дали моральную оценку какому-нибудь Урганту, но он снова в эфир возвращается. Население поддерживает СВО. А сколько процентов населения элементарно сбежало за границу? И как так получается, что те вещи, над которыми долгие годы потешались и не зря потешались на территории Украины, вдруг внезапно буйным цветом расцветают и в Российской Федерации. Что я имею в виду? Теперь ветеран имеет намного больше прав, чем просто человек. Вспомните, как это было, да? Ветераны. Ты зашел, проехал там бесплатно и всегда над этим потешались. Говорит, да как это так? Или возмущались этому. То, что ветераны, для них немного другой закон. Ну, то есть, если убил ветеран, то, скорее всего, это у него просто травма, и поэтому можно найти оправдание и так далее. Как с этим быть? Как так вышло, что я смотрю обращение одного человека к другим людям, которые находятся в местах заключения, и он утверждает, что есть какой-то свой закон. Ну, то есть, есть закон Российской Федерации, а есть свой какой-то закон. Что касается крючкотворства. Обещание западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе, обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством. При подписании, при написании Минских соглашений, Сурков недавно, при разработке Минских соглашений, подписывали их, заведомо осознавая их невыполнимость. То есть, можно, конечно, пытаться рассказать, что люди, которые занимались Минскими соглашениями, они чистые инфантилы, и не понимали, чего хочет Запад, не понимали, что никто реально не будет выполнять эти соглашения. А можно просто спуститься на землю и посмотреть, что на самом деле, глупо предполагать, что за 8 лет никто не догадался, что это обман и крючкотворство. Можно вспомнить некоторые фигуры речи Путина. Например, Украину он в одном из пассажей назвал историческими землями, которые пытаются от России оторвать. Это, по-моему, очень четко показывает отношение Владимира Путина к украинской государственности, к существованию отдельного украинского государства, населенного украинцами вообще. В другом контексте Путин упоминает Донбасс и Новороссию. Последний термин не очень-то всплывал с 2014 года. И после, по сути, провала русской весны, идеологи этого термина заявили о том, что не получилось. Мы все это прекрасно помним. Но, по всей видимости, где-то в кабинетах все еще витает план о, может, продолжении этой темы. И, может быть, там считают, что еще проект жизнеспособен. Я могу точно сказать, что возвращение, освобождение Херсона от всех тех захватчиков, которые там сейчас находятся, не за горами. Далее. О чем думали? Чего ожидали? Я лично ожидал и пользовался инсайдерской информацией, которую предоставляли люди, которые, собственно, никогда до этого не были замечены в предоставлении недостоверной информации, что будет начата контртеррористическая операция, что будет в любом случае пересмотрен термин специальной военной операции. Некоторые инсайдили о том, что будет объявлено о мобилизации. Некоторые говорили о присоединении Осетии-Абхазии. Ничего из этого не произошло. Ни объявления какой-то другой формы СВО, которая, по сути, является войной. Ничего из этого заявлено и сделано не было. То есть не произошло вообще ничего из того, что ожидали. СНВ. Вот на этом давайте остановимся поподробнее. При остановке участия в СНВ. Сейчас я смотрю, что многие пишут, ну и там СМИ говорят, вот мы вышли из СНВ. Нет. Путин подчеркнул, что это не выход из СНВ. Даже не вышли. При остановке. Договор вступил в силу 12 лет назад. Подразумевал, что Россия и Штаты сокращают число ядерного вооружения. Трамп, когда пришел, сказал, что договор более выгоден для России. И хотел распространить его еще и на Китай. До самого конца каденции Трампа договор так и не был продлен. Его действие заканчивалось 4 февраля 21 года. Байден после инаугурации связался с Путиным. Они согласились продлить договор без условий до 26 года. Это была дипломатическая победа Байдена, которую Путин одобрял. Сделано не с кондачка. Это сделано на основе профессионального анализа ситуации. При остановку участия, при остановку, а не выход участия в договоре, можно считать ответкой Байдену. Это единственное, что прозвучало за его приезд в Киев. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. То есть идея, я думаю, такова. Ядерное оружие Запада устаревшее. Им сейчас придется его модернизировать. А это миллиарды, миллиарды долларов. Это годы, это человека часы. Ну то есть возможно расчет на это. То, что завтра, вот из-за приостановки участия в договоре, начнется там ядерная война, думать об этом не стоит. Потому что, скорее всего, Россия тоже просто нарастит производство ядерного вооружения. Может быть что-то получит и Беларусь, и Иран. Западу, возможно, придется что-то решать в плане проведения этих ядерных испытаний. Может быть, на Западе решат просто не вступать в эту гонку, не начинать ее. Это если Столтенберг еще немножко продержится, он может ляпнуть, давайте вперед. А так вообще, я думаю, что у Запада хватит ума не вступать в эту гонку, не начинать эту гонку, финишев которой нет. Вторая часть выступления уже касалась социальной гарантии и так далее. Не совсем понятно, почему об этом докладывает не правительство, а, собственно, президент. Он рассказывал о гарантиях ветеранам, их семьям и так далее. Здесь одинаково важен вклад каждого, и крупные компании, и предпринимателей. Далее упоминались проекты для территории, которые Россия считает своими. Новые там проекты, строительство объектов, трассы Таврида, ремонт и восстановление аэропортов, которые лежат там в руинах. Оборонные вопросы, новейшие системы ядерного сдерживания, 91%. Нужно выйти по всем показателям вооруженных сил с учетом полученного опыта, имеется в виду опыт в Украине. Между делом прозвучало, может быть не все заметили, но Путин сказал о том, что необходимо убрать все межведомственные недомолвки, которые существуют. Может быть, эта оговорка связана с ситуацией, которая сложилась между Вагнером и Министерством обороны Российской Федерации. Я вспоминаю, как многие правдивые, настоящие военкоры, лидеры общественного мнения, некоторые с украинским недавно гражданством рассказывали о том, что я выдумал конфликт Вагнера и Минобороны. Сейчас, когда Пригожин открытым текстом называет фамилию Шойгу, все, наверное, поняли, кто что и выдумал. Если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колесах, которые суются ежедневно. Немаловажно. Он, конечно же, сделал намек элитам Российской Федерации, то бишь олигархам, которые выкачивают средства из земли Российской Федерации, но предпочитают вывозить все нажитое на Запад. И там же иметь все свое... Ну, знаете, как оно? Определяют налоговые трезиденты или нет, если твои там сферы интересов сосредоточены на Западе. Если там учатся твои дети, к примеру, да? Ну, скорее всего, все-таки сфера твоих интересов находится на Западе. И вот Путин им напомнил, что было в постсоветском пространстве, когда многие люди ошибались деньгами, полагали, что вот тихая гавань на Западе, а вот теперь их хлопают, им арестовывают там все. И Путин и ранее предупреждал, что эти люди замучаются пыль глотать. Несмотря на купленные титулы, они остались чужаками. Ровно так все и вышло. Теперь он предлагает им быть со своей родиной. И сказал, что никто на кухнях не пожалел олигархов, когда они начали лишаться всего на Западе. Это четкий посыл этим ребятам, что давайте-ка хватит там вывозить, давайте-ка это в бюджет. Неизвестно, услышали ли это замы Шойгу, может быть еще какое-то ближнее окружение с вилами, яхтами в Испании, дворцами в Лондоне и детьми за границей. Хотя может быть это послание и им, тем самым, о которых часто говорят, что они могут что-то замышлять, что они являются той силой, которая может, на которых не устраивает такая ситуация, которые могут свергнуть там дворцовый переворот и так далее. Может быть это послание и им. Вот собственно и все, что я могу сказать о послании Путина. В принципе все остальные месседжи, все остальные обороты вы слышали уже не один раз. У меня все. Пока.